Друзья мои, всем привет-привет! С вами Маруся и у нас продолжение фанфика «Касаясь льда» от автора Slated D. Ссылка на фанфик находится в описании под видео. Там же вы найдете ссылки на мой второй YouTube-канал с озвучками, на мой влоговый канал, на канал новостей, где каждый день выходят новости о BTS, а также на мою страницу Boosty, где огромное количество фанфиков моей озвучки уже выложено, более ста их там. Также там параллельно озвучивается несколько новых работ, и там же мы с вами встречаемся по вечерам в прямом эфире и общаемся с вами на совершенно разные темы, совершенно без цензуры. Ну а прямо сейчас у нас глава девятая, и поехали! «Отлично! Давайте сменим позу!» – довольно восклицал фотограф щурясь. Тхен устал, а матерился про себя и натянуто улыбался в объективы камер. Яркие вспышки слепили, а из-за шума на съемочной площадке разыгралась мигрень. То и дело к ним подходило, визажиста поправляла макияж и укладку. От пудры и щекочущей нос кисточки хотелось чихать, но Тхен упрямо сдерживал позывы, стараясь казаться профессионалом. «А уложите волосы миссис Чо на другое плечо», – скомандовал фотограф. Помощницы окружили довольную Мион и принялись поправлять черные локоны. Рекламировали известный бренд спортивной одежды, светя белоснежными улыбками и демонстрируя заурядную линейку костюмов, смотрящихся идеально лишь из-за того, что в них были одеты Тхен и Мион. Ким иногда поглядывал в сторону девушки и удивлялся. Как такая маловыдающаяся спортсменка смогла оказаться столь популярной? «Да, она соответствовала всем стандартам корейской красоты. Невысокого роста, миниатюрные, блестящие длинные волосы, миленькая личика, нежная и сексуальная одновременно». И Тхену вдруг вспомнился разговор с Юг Хеем на кухне. «Не о ней ли говорил тогда хоккеист?» Ким почти не видел, чтобы эти двое пересекались после вечеринки. Да и саму Мион не так часто видел. Девушка была ровесницей Юг Хея и все годы, что была юниором, прокаталась сольно. Но последние пару лет она выступала в парном катании и делала это отнюдь неплохо. Однако накануне нового сезона ее старый напарник неожиданно покинул спорт. И тренер приставила к Мион неопытного, но вполне талантливого Данмина, которого Тхен запомнил блюющим мимо унитаза. В этом сезоне они, может быть, и смогли бы обогнать старичков – Тхен и Минхена. Если бы Мион не решила снова податься в одиночное. Никто не знал, почему девушка приняла столь спонтанное решение за пару месяцев до начала соревнований. Но щенячий взгляд Данмина, направленный в сторону фигуристки, говорил о многом. Тхен лишь охмулялся. Возможное нежелание делить славу пополам привело Мион к тому, что с открытием сезона она оказалась в хвосте рейтинга. И кем не удивиться, если к следующему году девушка и вовсе уйдет из катания и найдет себя в модельном бизнесе. У нее есть все данные для этого. И Тхену вдруг стало любопытно. А почему публика Кореи нашла фаворитку в лице Мион, а не, например, Сайон, которая была на вершине пьедестала в одиночном женском катании? У лучшей подруги было скудное количество подписчиков в социальных сетях и до невозможного мало рекламных контрактов. Тхен не знал, тяготила ли это Сайон. Она никогда не говорила об этом. Да и сам он никогда не задавался этим вопросом. И его осенило лишь сейчас, на фотосессии с Мион под прицелами камер. «Хорошо поработали, правда?» – обратилась к нему фигуристка, обрывая поток мыслей. Персонал перекрикивался между собой и шум громких голосов давил на уши. Напускная любезность Мион оставляла Тхена равнодушным, поэтому он молча пожал плечами и объел ее силуэт не заинтересованным взглядом. Нет, определенно Сайон красивее. Красивее всех. Да почему же публика ее совсем не жалует? Мингю. Мужчина лет сорока подошел к Тхену и вручил ему большой стаканчик несладкого латы. Он был временным менеджером Кима, но уже был осведомлен о том, что парень не очень любит кофе из автомата. Мингю запыхался. Наверняка бегал в кофейню за углом. Вы отлично держались, вежливо подбодрил мужчина. Не хотите посмотреть получившиеся снимки? Да не особо, мысленно ответил Тхен. Да, можно, сказал он вслух. Киму хотелось спать, но он продолжал любезно улыбаться. Утренняя тренировка выжила из него все соки. Встреча с хореографом добила окончательно, а после съемки, длившейся несколько часов, Тхен и вовсе не помнил себя от усталости. Перед глазами стоял силуэт Чунгука, высекающего на льду линии острыми коньками. Тот усмехался каждый раз, когда их взгляды пересекались, и с вызовом поднимал брови. Так он мог понять причину такого поведения. Вчера ночью он позорно сбежал с катка, оставив распластанного на льду Чунгука в одиночестве. В ушах стоял его заливистый смех и последние слова, которые он ему сказал. «Все фотографии настолько безупречны, что будет трудно из них выбирать», — довольно заявил мужчина, задумчиво смотря на экран. Мелькали кадры и их с Мион точеных фигур, облаченных в разные спортивные костюмы. На всех они, безусловно, вышли отлично. Девушка умела позировать и знала, как выглядеть выигрышно, а Тхен просто родился произведением искусства. «О, вот это явно должна быть на всех баннерах!» Подбежала к ним изрядно запыхавшаяся Мион. Она чуть ли не запрыгнула на спину Тхена. Ее рука покоилась на его плечах. Девушка вела себя открыто и непринужденно, однако Ким чувствовал, как та ненавязчиво поглаживает его напряженные мышцы. От Мион пахла духами и новизной брендовой одежды. Ее темные волосы щекотали лицо, а на маникюренный палец водил по фотографиям на мониторе. Тхен не мог спутать заинтересованность с обычным дружелюбием, и женское внимание ему льстило. Но сейчас он в нем не нуждался. Взявшись за тонкие пальцы, Тхен скинул с себя девичью руку и предупредил менеджера, что уходит переодеваться. Мингю кинул на него нечитаемый взгляд. Было еще около двух сотен фотографий, которые он не посмотрел. И быстро кивнул. Мион с досадой поджала губы, но продолжила разглядывать себя на экране. В маленькой и тесной гримерке, выделенной специально для Тхена, было тихо и спокойно. Он выпил теплый кофе за несколько больших глотков и отставил пустой стаканчик на табурет. В углу стоял небольшой туалетный столик. Круглое зеркало подсвечивалось маленькими лампочками, а на гладкой поверхности валялись пачка ватных дисков и телефон Тхена. Ким подошел ближе и заглянул в черный дисплей. Тот загорелся и продемонстрировал пустой экран блокировки. Ни звонков, ни сообщений. Юг Хэй наверняка прохлаждался с командой в местном баре. Чуну с ними двумя по-прежнему не разговаривал, а Сайон... Тхен, честно говоря, не знал, чем сейчас занималась подруга. Ким на секунду представил, что та на свидании с Чунгуком, и взглянул в отражение. Он сам испугался своих потемневших глаз и крепко стиснутой челюсти. Синяк, оставленный воном, потихоньку сходил, и сейчас был надежно спрятан под слоем тонального крема. Несмотря на все старания визажиста, Тхену безумно хотелось смыть косметику и лак для волос. Разбитый кулак был бережно забинтован и покрыт спортивной перчаткой без пальцев. Но еще боль напоминала о минувшей ночи и о том, как нездержанно Тхен колотил лед, предпочитая разбить кулак, чем лицо Чона. Синяк на скуле, лопнувшая кожа на костяшках и уродливое багровое пятно на бедре. Ким был поломанной куклой. Но, несмотря на травмы, он продолжал заводить себя ключиком и тренироваться. Каток, зал, костюмер, съемки, снова каток. Тхен жил в адском ритме, но все равно умудрялся впихивать в свой график пьянки с друзьями и мысли о Чунгуке. Последнее появилось сравнительно недавно, но успело закрепиться в сознании. Ким боялся, что за время, оставшееся до чемпионата Азии, он или сойдет с ума, или умрет, или и то, и другое. Тхен, не спеша разделся, бросил костюм на стойку и натянул привычную одежду. И прежде чем поврежденное бедро скрылось за джинсами, Тхен пренебрежительно на него взглянул. Он постоянно забывал мазать его несколько раз в день и обрабатывал только перед сном. «Вас подвезти до дома?» – предложил менеджер, терпеливо ожидавший его за дверью. Тхен натянул рукава свитера на пальцы и, покачиваясь с пятки на носок, оглядел в студию. Персонал торопливо сворачивал аппаратуру, отключали выставленный свет, убирали белоснежные фоны, декорации. На горизонте маячила Мион, которая еще не успела переодеться в свою одежду. Она мило общалась с фотографом, то и дело заправляла выбившуюся прядку за ухо. Возможно, это ее стиль общения, и Тхен сделал глупые и поспешные выводы? «Нет, спасибо, я приехал на своей машине», – спустя минуту отозвался Ким. «Ну, тогда я, пожалуй, поеду», – Мингю протянул большую ладонь, и, когда Тхен ее пожал, откланялся. Студия потихоньку пустела. Часы показывали почти полночь. Ким бегло попрощался со всеми кивком и побежал вниз по ступенькам. Когда он вырвался на воздух, в лицо ударил неслабый порыв осеннего ветра. Тхен позволил себе прикрыть глаза на секунду и вдохнуть свежий воздух. В нем смешались все городские ароматы. Бензин, выпечка из круглосуточных пекарен, духи, прошедшие мимо девушки, сырой после недолгого дождя асфальт. Город жил своей жизнью, и ему было абсолютно плевать на запутавшегося в своих проблемах Тхена. На парковке у соседнего здания количество машин заметно поубавилось. Все клерки давно разъехались по домам, и в офисе остались лишь самые трудолюбивые. Серый Хён Дэ выделялся на фоне темных машин и спокойно ожидал владельца. Тхен на ходу разблокировал двери и грузно ввалился на водительское сиденье. Побарабанил пальцами по кожаному рулю и откинулся затылком на подголовник. Рядом лежала спортивная сумка и негласно намекала на ночные планы Кима. Тхен, конечно, не собирался домой. Хён Дэ плавно выехал с парковки на дорогу. Держась на одном лишь кофе и изнемогая после изнурительного дня, Ким все равно мчался в сторону арены. Он отказался от предложения менеджера не столько из-за автомобиля, ждущего у студии, сколько из-за желания потренироваться на ночном катке. И увидит Чонгука. Проверит собственные догадки, где тот сейчас, Сайон или на льду. В салоне не играла музыка. Тхен даже не включил радио. Вместо нее он слышал собственные мысли. Они покинули его черепную коробку и скитались внутри. Хён Дэ тревожные и глупые. Что-то изменилось. Тхен не мог сказать точно, когда именно. После вечеринки у Юг Хэя или после национальных, но это случилось. Утром Ким, как обычно, приезжал на тренировки, но теперь постоянно выискивал взглядом статную фигуру. И если ему это удавалось, то он цеплялся за нее и еще долго не отпускал. Чону сегодня с ним не разговаривал, и Тхен не спешил к нему подходить, несмотря на то, что извинился перед Воном, и Чону об этом узнал. Сайон же хоть и дулась, но поддерживала непринужденный диалог. Тхен узнавал в ней себя. Глаза подруги тоже беспокойно бегали по катку ища Чунгука. Она разговаривала с Кимом, но мыслями была явно где-то в другом месте. И Тхен продолжал гадать, виделись ли они за пределами арены, но спрашивать напрямую не хотел, боясь нарушить шаткую в последнее время дружбу. А может, он просто не хотел слышать правду? Тхен сам себя не мог понять. Запах лака, исходящий от волос, забивал ноздри, а лицо, умело накрашенное визажистом, чесалось. Но Тхен старался ничего не трогать. Не хотел стереть слой тонального крема, который был замазан синяк. Двигатель рычал, асфальт едва слышно хрустел под колесами. Тхен так несся, что вполне мог бы доехать до арены всего за пару минут. Ветер свистел, пробивался в приопущенное окно и трепал каштановые волосы. Тхен любил свободные дороги. Он вдавливал педаль газа в пол, и проносящиеся мимо небоскребы сливались неразличимые слепляющие огни. Водители, боявшиеся прибавить скорость даже на полупустой дороге, нервно сигналили вслед серому автомобилю Тхена. Приближаясь к впечатляющей своими размерами арене, Ким снизил скорость и затормозил на пустой парковке. Он откинулся на спинку сиденья и подложил ладони под затылок. Спортивная сумка маняще зазывала поскорее схватить ее и уйти на лед. На самом-то деле она была и не нужна. Тхен даже не был уверен, что идет тренироваться, а не глазеть на Чунгука. Ким откуда-то знал, что тот оттачивает программу каждую ночь. И это не станет исключением. Тхен хотел нарушить комфорт Салаги, прервать его изнурительную тренировку и обратить внимание на себя. И эта настойчивая нужда в том, чтобы вклиниться в жизнь Чунгука, была настолько сильной, что Тхен заранее собрал сумку с формой и приехал к арене, несмотря на дикую усталость после долгой съемки. С ним творилось что-то странное и не поддающееся разумному объяснению. Жизнь Кима и так не была похожа на жизнь обычного парня. С детства вместо того, чтобы развлекаться со сверстниками, он умирал и воскресал на льду. Вместо того, чтобы завести постоянные отношения, Тхен довольствовался множеством интрижек. Объективы камер, под которыми он постоянно находился, вечно напоминали, что его жизнь далеко не заурядна, и с появлением Чунгука она стала еще сложнее и запутаннее. Просидев в прохладном салоне минут десять, Тхен мысленно дал Салаге шанс уйти. Но эта возможность была нужна не столько ничего не подозревающему Чунгуку, сколько самому Киму. Одновременно хотелось ошибиться насчет его присутствия на катке и лично убедиться, что тот тренируется. Из-за постоянных противоречий в голове тянуло блевать. Комок сомнений, застрявший в груди, поднимался все выше. Казалось, еще чуть-чуть, и Кима стошнит прямо в салон Хёнде. Пока желудок не остался на резиновом коврике, Тхен поспешно схватил сумку и выскочил наружу. Тело тут же окутало ночная прохлада, и свитер не спас от набежавших мурашек. Переход от лета к осени Тхен удавался непросто. Мало того, что каждый сентябрь наступали соревнования, так еще и на смену футболкам приходили кофты с длинными рукавами. У Кима была необычная наклонность одеваться не по погоде. Каждый сентябрь он щеголял, словно летом, а потом мерз до дрожи. Связкой ключей, крепко зажатая в кулаке, впечаталась ладонь, и это слегка взбодрило. Он преспокойно открыл запертую дверь, минул спящего охранника и шмыгнул в раздевалку, словно какой-то вор. Несмотря на то, что ключи ему вручил сам Намджун, а отец спонсировал арену, Киму нравилось чувствовать себя нарушителем. Адреналин бежал по венам, а на губах взыграла таинственная полуулыбка. Сердце стучало, как бешеное, и благодаря возбужденному состоянию Тхен смог отогнать усталость на второй план. Он беззаботно хлопнул ладонью по выключателю и раздевалку залил яркий свет. Скамья слегка качнулась, когда на нее упала увесистая сумка. За одну секунду спящая раздевалка наполнилась звуками. Тхен сбросил с себя одежду и в одних трусах продефилировал к серым шкафчикам. Он хватался поочередно за каждый, открывая дверцу и не трудясь закрыть обратно. Ким прошел десяток шкафчиков, пока содержимое одного не привлекло его внимание. Внутри лежали педантично сложенные вещи, а в нос ударил аромат дезодоранта и одеколона, пропитавшего темную ткань. Тхен покосился на закрытую дверь раздевалки и нахмурился. Как же не хватало вертушки изнутри? На свой страх и риск он отодвинул стопку одежды, вытащил черный Самсунг предпоследней модели и нажал на кнопку блокировки. Тхен задумчиво закусил губу и приготовился отгадывать пароль, как вдруг телефон приветливо открыл рабочий стол. Брови Кима удивленно взлетели наверх, а глаза принялись бегать по иконкам приложений. Без всякого чувства вины Тхен первым делом открыл галерею, но наткнулся лишь на фотографию листа с графиком личных и общих тренировок. «Не удаленных, не скрытых, все по нулям». Цокнув языком, Тхен продолжил копаться в чужом мобильнике, но не нашел ровным счетом ничего. У Чунгука не было социальных сетей, а в контактах было записано всего два номера – тренер и бабушка. Не теряя надежды, Ким зашел в журнал вызовов. В исходящих значились только нам Джун и бабушка. Причем и тому, и другому он звонил лишь по одному разу. Во входящих был еще один смутно знакомый номер. Тхен хмыкнул и достал собственный телефон из валяющихся на скамье джинсов. Сравнив номер со своими контактами, он заскрежетал зубами. Чунгуку названивала Сайон. И судя по тому, что звонки не были помечены как пропущенные, тот охотно ей отвечал. Продолжая поглядывать в сторону двери, Тхен прислонился плечом к холодному металлу, подложил свой телефон под Самсунг и принялся набирать заученные цифры. Через секунду заиграла стандартная мелодия айфона, и Ким поморщился от ее громкости. Быстро сбросив вызов, он удалил его в истории чужого телефона и убрал его обратно в ящик. Внутри не было даже кошелька, а связку ключей Чунгук наверняка унес с собой. Тхен сохранил отобразившийся номер под локаличным «придурок». Переодевался он быстро, внутри разгоралось нетерпение. Тхен зашнуровался не так крепко, как следовало бы, и, погасив свет, поспешил на каток. Ключи остались валяться на скамье, потому что дверь, ведущая на каток, была и так открыта. И в этот раз Ким не медлил, а сразу же снял защиту, откинул ее к чужой и выехал на гладкий лед. В голове не было ни единой мысли, что можно сказать Чунгуку. Но все нутро отчаянно требовало завязать с ним диалог. И неважно, будет ли это снова спор, возможно, так даже лучше. Ким облокотился, об бортик и хмурясь, следил за вращающимся вокруг своей оси Чунгуком. Тот закончил вращение и посмотрел на Тхена через правое плечо. Он выглядел притягательно. Распущенные волосы, напоминающие черное пламя, широкая спина и узкая талия, в которую хотелось цепиться пальцами. Грудь прострелил непонятный трепет, а легкие сжало в тиски. Тхену не хотелось отводить от него глаза. Но прежде чем взгляд опустился ниже поясницы, на бедра, обтянутые спортивным трико, в голове зазвучал низкий голос Югхея. Он говорил, что отношения между мужчинами омерзительные и неправильные. Это послужило отрезляющей пощечиной, и Тхен быстро отвернулся. «Кажется, у меня появился преследователь», – тишину разрезал заинтересованный голос. Чунгук развернулся и ринулся из центра прямо к Тхену, набрав слишком большую скорость. Ким на долю секунды подумал, что сейчас он будет припечатан к бортику, и приготовился к болезненному столкновению, но Чунгук воткнул зубец в лед и резко затормозил, прокружившись возле Тхена. «Хм, я так и думал», – хмыкнул он. «Ты даже не соизволил отъехать в сторону. А если бы я не остановился?» «Ну, ты сделал это, а значит, все остальное теперь не имеет значения», – резюмировал Тхена и впился пальцами в бортик. Желание дотронуться до Чунгука было настолько сильным, что Ким сдерживался, стиснув зубы. Казалось, твердая стенка борта треснет под натиском и выдаст нервозность Тхена. Чунгук подъехал вплотную и положил ладони меньше, чем в миллиметре от рук Кима. Горячая кожа соприкасалась с холодной и создавала головокружительный контраст. Тхен был доволен и напряжен одновременно. Он увидел Салагу, подкрепив свои догадки о его тренировках, и обратил его внимание на себя. И от мысли, что взгляд черных глаз обращен лишь на него одного, учащался пульс, а ноги разъезжались в разные стороны. Теперь Тхен держался за бортик не только для того, чтобы ненароком не схватить Чунгука за талию, но и чтобы попросту устоять на скользком льду. «Итак, для чего ты здесь?» Чун слегка наклонил голову в бок, а его взгляд метался между глазами и губами Тхена. «Но ты не один нуждаешься в тренировках», — ядовито выплюнул Ким. Чунгук прищурился. «А я-то уж думал, что ты пришел на меня поглазеть», — парировал он, выпитив крепкую грудь. «Совсем вылетело из головы, что у тебя отборочные». «Я ненавижу тебя», — прошепел Тхен и еле сдержал порыв толкнуть Чунгука, да так сильно, чтобы тот приложился затылком о лед и никогда больше не встал. «Но почему ты все равно заявился сюда так поздно?» Ладонь салаги накрыла разбитые костяшки, а пальцы второй руки потянулись к синяку, скрытому слоем тонального крема и полутьмой арены. «Знаешь, ты из тех людей, которые мучаются от духоты, но продолжают любить лето». Брови Тхена изогнулись. А что Чунгу хотел этим сказать? От непонимания намека, если брошенная фраза таки была намеком, Кима накрыла раздражением. Кулаки так и чесали, что-то поскорее разбить. Был бы перед ним Чунгу, тот схватил бы друга за щеки и, прижавшись лбом ко лбу, попытался бы успокоить. Но поскольку русоволосого фигуриста рядом не было, приходилось контролировать себя самостоятельно. «Ладно, тогда не буду тебе мешать». Чунгук наклонился так близко, что их носы соприкоснулись, затем резко оттолкнулся и отъехал в центр катка. Салага закружился в танце так, словно у него не было преданного зрителя в лице Тхена. Волнистые волосы жили своей жизнью, кисти рук вырисовывали в воздухе витиеватые фигуры, а лезвия коньков рассекали грубый лед. Чунгук катался в тишине, словно та была громче и звучнее любой мелодии, и Ким вдруг почувствовал себя лишним и проигравшим. Тихен скривился и расправил ноющие плечи. Он пришел сюда совершенно точно не ради тренировки, но теперь не мог от нее отказаться. Дома ждали уютная большая постель, пол с подогревом и вкусная еда из круглосуточных доставок, но Ким, как дурак, торчал на арене вместе с Салагой и спящим охранником. То, конечно, он мог в любой момент уехать домой, но желание наблюдать за Чунгуком и не выставить себя жалким заставило проглотить недовольство и унять спор с самим собой. Обособившись в уголке, он начал делать легкую разминку. Спина горела, ноги побаливали. Тихен не хотел исполнять хореографию, да и делать прыжки не было никакого желания. Но Чунгук как назло остановился и с вызовом посмотрел в его сторону, провоцируя. Под непроницаемым взглядом руки Тихена сами взлетели вверх, а левая нога оттолкнулась ото льда. Ким разогнался настолько, насколько позволила дистанция между ним и Чунгуком. Тот даже не дернулся, когда Тихен взмыл воздух совсем рядом, норовя садануть лезвием по бедру. Головокружительное вращение изначально было провальным. Тихен не смог бы приземлиться на больную ногу без должной подготовки, да еще и со слабо завязанными шнурками. Накопившаяся усталость делала свое дело, и глаза так и не смогли сосредоточиться в одной точке, а к горлу подступил вязкий ком. Падая, Тихен схватил все-таки дернувшегося Чунгука и утянул за собой на дно, а именно на твердый лед. Чунгуку падение далось безусловно легче. Ким рухнул на спину, и салага повалился прямо сверху. Чужой вес, который был больше собственного, придавил к холодной поверхности, а ногу от кончиков пальцев до паха пронзила острая боль, словно электрический разряд. Тихен зажмурился, пережидая вспышку, и вскрикнул, стоило Чунгуку надавить коленом аккуратно на синяк. Ты совсем не думаешь о безопасности, сокнул языком Чон, не спеша слезать. Не боишься упасть на соревнованиях на глазах у тысячи людей? — Если я буду падать, ты полетишь вместе со мной, — прошипел Тихен и спихнул с себя Чунгука. Чун, посмеиваясь, пол в сторону, тяжело дыша после неожиданного падения. На лбу Тихена выступил пот от сильной боли, которая ему причинил Чунгук. Грудь тяжело вздымалась, а перед глазами летали мушки. Тихен снова поддался моменту и занялся саморазрушением. Затылок ныл, лопатки горели, а бедро он и вовсе желал бы не чувствовать. И все это ради того, чтобы опрокинуть Салагу и доказать ему, что он не так уж неприкасаем. Только хуже от всего этого снова Тихену. Краем глаза он заметил, как Чунгук повернулся к нему. Тот не спешил вставать со льда, вместо этого протянул руку и запустил пальцы во влажные волосы Кима. С необъяснимой осторожностью Чунг гладил кожу и перебирал спутанные пряди. Тихен позволил себе прикрыть глаза и забыть об осмотрительности рядом с парнем, который запросто воткнул бы нож ему в спину. Он чувствовал себя заплутавшим в лесу охотником, ждущим, когда на него нападет хищник. Но зверь не спешил действовать открыто и вгрызаться в человеческую плоть. Он прятался в кустах и выжидал нужного момента. «Почему, несмотря на все то дерьмо, что ты причиняешь людям, они все равно тянутся к тебе?» То ли спросил, то ли рассуждал с самим собой Чунгук. А Тихен покосился на него и встретился с чернющими глазами, которые затягивали в себя, как зыбучие пески. Тихен по-настоящему тонул, но ни одна живая душа не спешила к нему на помощь. «Ты о чем?» Все еще хриплым голосом уточнил Ким. «Ты знаешь, о чем я». На лице Чуна мелькнула улыбка, но он тут же ее подавил и озвучил. «О твоем друге, хоккеисте?» Тихен нахмурился. Перед глазами сию секунду предстала картина сегодняшнего утра. Югхэй вернулся на арену, но к тренировкам приступать не спешил. По его словам, он лишь сидел на скамье и наблюдал за своей командой через прозрачный плексиглаз. После тренировки хоккеистов друзья по привычке встретились с раздевалки и вместо рукопожатия крепко обнялись, к удивлению всех присутствующих, помнящих, как остервенело избивал Югхэя Тихен. Чуну тоже заметил их скорое примирение, но решил не обращать внимания на обоих. Тихен помнил укоризненный взгляд друга, но совершенно точно не помнил, чтобы в раздевалке находился Чунгук. Ни во время потасовки, ни при теплых объятиях. Тебе кто-то обо всем докладывает? Когда боль отступила, Тихен нашел себе силы перевернуться на бок и слегка нависнуть над Чунгуком. Как глупости. Неужели тебе неизвестно, с какой скоростью разлетаются слухи, особенно про национального чемпиона? Чун скинул подбородок, и его волосы разметались по льду еще сильнее. Наигранно удивившись своим словам, Чунгук поспешил исправиться. Ой, бывшего национального чемпиона. Ладонь сама потянулась в горло Чона, но Тихен вовремя остановился, сжал пальцы в кулак и опустил на холодную поверхность. Чунгук, беспрерывно следящий за каждым действием Кима, лишь вскинул уголок губ в ухмылке. Он всегда так делал, когда видел, как Тихен проявляет слабость. И улыбку салаги Ким замечал нередко. — Ладно, я утомился. Чунгук пихнул Тихену в плечо и неторопливо поднялся на ноги. Распластавшись, Тихен сверлил удаляющуюся широкую спину взглядом. По пути к бортику Чунгук быстрым движением завязал волосы в хвостик. Переступив за калитку, он неспеша надел защиту на лезвие, вытер пот с шеей тыльной стороной ладони и взял свою связку ключей. Чунгук даже не смотрел в сторону соперника, словно валяющийся на льду Тихен ничто иное, как мираж. Когда Чунгук вскрылся за красной дверью, Ким прислушался. Не решил ли тот его запереть? Но поворота ключа слышно не было, поэтому Тихен позволил себе выдохнуть. Он лениво поднялся и медленно доехал до калитки, опираясь больше на левую ногу, чтобы не нагружать травмированную. Защиту Ким надевал, держась за бортик и пошатываясь. Внутри горела надежда, что Чунгук дожидается его в раздевалке. И стоило Тихену выйти в холл, как его предположение подтвердилось. Чунг не просто ждал его в раздевалке, он стоял, прислонившись к стене прямо у входа на каток. Сохраняя загадочную тишину, Чунгук придавил дверь своим весом и запер ее на ключ. Тихен открыл рот, но подходящих слов так и не нашлось, поэтому, продолжая угрюмо молчать, он поплелся вслед за ним. Когда парни переступили порог раздевалки, Чунгук хлопком включил свет и застыл на месте. Все дверцы, предшествующие его шкафчику, были распахнуты настежь. Тихен побагровел и отвернулся к своей разбросанной одежде, словно это не он прошерстил всю раздевалку в поисках вещей-салаги. Чунгук оставил без комментариев увиденное и спокойно подошел к своему шкафчику. Открыв его, выудил оттуда темно-серое полотенце, покоившееся под одеждой, и кинул его возле снимающего коньки Тихена. Ким старался не смотреть себе за спину, но Чун нарочито сел сбоку и начал возиться со шнуровкой. Раздевались они одновременно. Когда оба оказались в нижнем белье, Чунгук поспешил от него избавиться. Рельефный торск, крепкие ноги совсем не походили на мягкость женского тела, но при этом возбуждали абсолютно так же. Чунгук прошлепал кабинками, и через секунду послышался шум льющейся о кафель воды. Тихен запустил большие пальцы под резинку трусов, но вместо того, чтобы снять их, лишь слегка оттянул. Он не был готов оставаться ногим рядом с Чоном. Когда тот вышел с покрасневшей кожей и с полотенцем, обернутым вокруг бедер, Тихен уже был собран. Чунгук смерил парня взглядом и потянул полотенце вниз. «Какая выдержка!» – восхитился Чунгук, стоило Киму резко отвернуться от обнаженного тела. «А зачем ты меня ждешь? Боишься идти мимо охранника в одиночку?» Тихен помотал головой, но не был уверен, что это увидели, поэтому добавил. «Нет, я хочу подвезти тебя до дома». Эта идея пришла в голову буквально пять минут назад, пока Чунгук плескался под горячей водой. Он хотел не столько подвезти его, сколько узнать, где именно живет главный враг. «Может, у Чунгука никакой и не дома, а он после приезда из Пусана поселился в отеле?» Заманчивое предложение, но я вынужден отказаться. Тихен резко обернулся, и, к счастью или к сожалению, Чунгук оказался уже в спортивных штанах, вытащил черную футболку и натянул ее на влажное тело. «Почему же?» – приподнял бровь Тихен. «Боишься оказаться со мной в одной машине? Или любишь, когда тебя уговаривают?» Чунгук заливисто рассмеялся и накинул сверху кофту с капюшоном, которая, судя по всему, была из одного комплекта со штанами. Он достал с нижнего яруса шкафчика сумку и начал складывать туда свои вещи, не обращая внимания на падающие из кончиков волос капли. «Ну, давай признаем, из нас двоих боишься только ты», – отозвался Чунгук и застегнул молнию. «Насчет уговоров?» «Можешь попробовать, вдруг получится». «Да что с тобой не так?» – вспыхнул Тихен. «А с тобой?» – обводя взглядом распахнутые шкафы, вскинул бровь Чун. Тихен устал и выдохнул. Как бы ни раскалывалась голова, после тяжелого дня он продолжал стоять на ногах и уговаривать Чунгука сесть в машину. «Ну, просто позволь подбросить тебя», – взявшись за запястье салаги, вежливо попросил Ким. «Я обещаю не увозить тебя в лес и не убивать там». Чун высвободил руку из неслабой хватки и нагнулся за обувью. «Ну, раз обещаешь, то так уж и быть», – весело хмыкнул он. Тихену стало смешно. Очевидно, Чунгука не собирался долго сопротивляться, лишь заставил слегка понервничать и поунижаться. Они вместе вышли из раздевалки и погасили в ней свет. Время перевалилось за полвторого ночи, и вокруг была звонкая тишина, нарушаемая только скрипом подошв. «Стоять!» – послышался сонный голос и в глаза ударил яркий луч фонаря. Охранник, которого они как-то сумели разбудить, вскочил с нагретого места и вылетел к турникетам. Понадобилась минута беспрерывного свечения фонариком на скривившихся фигуристов, прежде чем на небритом лице мужчины появилось сначала удивление, а потом озарение. «Тьфу, это вы, что ли?» – рассмеялся охранник, и парни едва сдержали улыбку из-за своеобразного смеха. «Да чего же вы не предупредили, что будете тренироваться по ночам?» Тихен переглянулся с Чунгуком, и на душе разлилось тепло от его плотно сжатых губ и горящих глаз. «Я думал, вы воры какие-нибудь!» – мужчина выключил фонарь и похлопал фигуристов по широким спинам. «Да не пугайте больше так!» «Просим прощения!» – вежливо извинился Чунгук и поклонился, чем озадачил Тихена. «Да ничего!» – поспешно замахал рукой мужчина и, вернувшись на свое место, разблокировал турникет. «Вступайте, трудяги!» Тихен поклонился на прощание и, пропустив Чунгука вперед, покинул арену. Салага рассмеялся, и Ким позволил себе усмехнуться вместе с ним. Достав ключи из кармана джинсов, Тихен разблокировал машину и жестом пригласил сесть в нее. Они закинули сумки на заднее сиденье и снова переглянулись. Чунгук, не пристегиваясь, откинулся на подголовник и устало прикрыл глаза. Вскоре зарычал мотор и забормотало радио. Приятный женский голос рассказывал новости, но Тихен не вслушивался. Вместо этого он бесцеремонно глазел на расслабленное лицо, не понимая, почему в груди что-то сжимается. — Куда ехать? — позволив себе опустить ладонь на острую коленку Чунгука, спросил Тихен. Названный адрес оказался подозрительно знакомым, но Ким никак не мог вспомнить, что там находится. Отложив эту мысль на задворке сознания, он вбил нужную улицу и дом навигатора и вырулил с парковки. Тихен подключился к магнитоле и хотел было включить дорожный плейлист, но решил одернуть себя и сделать еще один шаг к изучению Чунгука. — Включай, что хочешь, — протянул свой телефон Чунгуку, предложил Тихен. — Судя по навигатору, нам ехать минут сорок. Тот без споров принял чужой айфон и начал вбивать какую-то песню. С первой же секунды Ким узнал мелодию и постарался не закатить глаза. — Юг Хэй тоже такое любит, — зачем-то сообщил Тихен. — А ты? — повернулся к нему Чунгук. — Нормально отношусь. Бестыдно соврал Ким и сделал звук громче, чтобы Чунгук вдоволь насладился. В конце каждой песни Чунгук хватался за телефон и включал новую. И, как ни странно, все их Тихен уже когда-то слышал от Юг Хэя. На полпути случилось то, чего он точно никак не ожидал. Чунгук начал подпевать себе под нос. Ким чуть не пропустил поворот, засмотревшись на то, как он шевелит губами и качает головой в такт мелодии. Юг Хэй тоже любил подпевать своим низким хриплым голосом, но тогда Тихен раздраженно просил его заткнуться, а Чунгука хотелось слушать и слушать, и это пугало. Спустя сорок минут езды, когда Тихен изрядно устал, а песни Чунгука стали играть по кругу, показался ровный ряд частных домов. Дома были обычными, одно- или двухэтажными, но довольно современными. И Ким узнал этот район моментально. Не один десяток раз он приезжал домой к нам, Джуну, иногда даже оставался ночевать, когда стены собственной квартиры начинали давить прямо перед соревнованиями. Тихен не хотел думать, что Чунгук живет у тренера, но и найти причину, почему тот решил заявиться к нему так поздно, тоже не смог найти. В твоих же интересах? Сохранить секреты ото всех, где и с кем я живу. Выключив музыку, подтвердил худшие догадки Чунгук. В двухэтажном доме в стиле модерн горел свет, и это говорило о том, что Нам Джун дожидался салагу с тренировки. Тихен до последнего надеялся, что мужчина не решит посмотреть в окно, ведь тогда у него появится слишком много вопросов, на которые не сможет ответить даже его бывший подопечный. — Почему ты живешь с тренером? — не удержался от вопроса Тихен. — У тебя нет денег на съемную квартиру? — Не лезь не в свое дело, — огрызнулся Чунгук, и в словах послышался акцент. Он вернул телефон владельцу, перегнулся через сиденье и взял свою сумку. Положив ее на колени, Чун воровато взглянул в окно и резко притиснулся к уху Тихена. — И если еще раз думаешь уронить меня, то обещаю, ты еще долго не сможешь ходить. Горячо прошептал он и медленно провел носом по чужому подбородку. Не попрощавшись, он выскочил из машины и быстро зашагал к воротам. Тихен дождался, пока салага скроется из виду, и растрепал жесткие от лака волосы. Он не знал точно, что имел в виду Чунгук, но если бы можно было вернуться на полтора часа назад, повалил бы его на лед еще раз. И на сегодня это все, друзья мои. Продолжение следует. А с вами была Маруся. Желаю вам хорошего настроения, прекрасного дня. Мы совсем скоро встретимся. И пока-пока! Продолжение следует...